Всем привет моим дорогим подписчикам, подписчикам, всем, кто смотрит меня или, может быть, случайно попал на мой канал. Перед тем, как я начну видео, хочу сделать маленькое объявление. В среду я уезжаю на неделю на море и, соответственно, меня не будет. Видео никаких я выкладывать не буду в течение недели, но снимать я их там буду и по приезду буду уже потихоньку их выкладывать. Вот, а теперь вернемся к видео. Сегодня будет видео на тему «Мои фавориты июня», то есть то, чем я пользовалась в течение июня практически каждый день из косметических средств. Ну, пожалуй, начнем. Ну, пожалуй, начнем с того, чем я постоянно пользовалась практически каждый день в июне месяце. У меня вот такая вот косметичка, и я буду просто доставать из нее и показывать, что там. Вот, ну вот, первое, что мне попалось, это «Метеориты» от «Герлен», третий номер. Вот такие вот шарики. Ой, это паладин. Такие вот шарики. Далее, вот эта кисточка я постоянно пользовалась, наносила ею метеориты. Вот на эти вот зоны в основном. Вот, у меня сейчас они есть. Далее. Видео достаточно быстренькое будет. Тушь. 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 Тушь меня пользовалась двумя. Либо «Макс Фактор» «Мастер Пис», либо от «Лореаль» «Миллион ресничек». Вот. То есть они мне, они равносильны для меня. Ну, единственное, что «Макс Фактор» мне, наверное, немножко больше нравится, чем «Лореаль». Ну, в принципе, я сейчас ищу себе какую-то другую замену. Хочу что-нибудь получше. Вот. Далее. Бальзам. Пользовалась вот таким вот бальзамом для губ от «Бодишопа». Вот сколько я уже стратила. Он мне очень нравится. Он безумно вкусно пахнет. И очень хорошо увлажняет губы. То есть помада на него гораздо лучше потом наносится. Вот. Далее. Что у нас? Пудру, конечно же, я использовала. Диоровскую. Dior Skin Forever. 30 номер. Тени это были либо диоровские. Вот такие вот. Такой светлый оттеночек. И вот такой вот чуть коричневатый. И совсем темно-коричневый. То есть такие достаточно нюдовые бежевые оттенки. И вот такая у меня есть палеточка. Моя старая. Вот. Боржуа. Сейчас вам открою. Скажу. Вот. Она уже почти вся закончилась. То есть здесь тоже светлые, потемнее и совсем темные. Такие бежевые нейтральные тона. Собственно, у меня вот сейчас на глазах практически незаметный. Такой дневной макияж. Потом пуповский бронзатор. Третий номер у меня. Вот такой вот. Вот такой вот. Тоже заканчивается у меня. Конечно же, это крем под глаза. Предотвращающие морщинки. Диоровский. Hydra Life. Такой вот. Я им очень довольна. Мне очень-очень нравится. Вот. Это гарниеровский кофеиновый ролик. Под глаза. Ну и на некоторые прыщики в Испании я его тоже использую. Он мне сейчас тоже очень нравится. Так. На водную линию я использовала либо белый карандаш, что у меня от Lumine, либо коричневый. Это Avon. Сейчас у меня белый карандаш. Ну то есть периодически то ли белый, то коричневый. Да, вообще никакой карандаш не использовала. На губы я использовала помаду от Pupy. Он с SPF 15. Такая вот помадка. Она как бальзам идет. Мне она очень... Сначала мне она не очень понравилась, потому что она достаточно такая жесткая. Я думаю, блин, в магазине такая красивая, такая хорошая была. Но губа как-то не очень... А сейчас я ей постоянно пользуюсь. Я к ней как-то приноровилась. Она мне очень нравится. Как бальзам. Ну не как помада, скорее как бальзам. Немножко блеск, хорошо блестит. Не знаю, мне цвет очень нравится. Сейчас я вам даже покажу, наверное. Вот. Не знаю, будет видно. Нет, тут свет отсвечил. В общем, классная помада. Мне, в принципе, она очень нравится. Мне это номер 20. 20. И румяшки, конечно же, я тоже использовала пуповские. Восьмой номер. Я их тоже показывала. Сейчас открою. Вот такие вот суперские летние розово-золотые. Переливаются очень классные румяна. Ну что, можно сделать такой вывод, что как-то у меня очень много появилось пуповской продукции различной. Но она мне почему-то нравится. Устраивает она меня сейчас. Вот. То есть, макияж у меня был достаточно нейтральный, нюдовый, дневной. Никаких стрелок. Я, в принципе, ничего не делала. Да и вообще, как-то в июне было лень краситься. Поэтому я ограничивалась каким-то таким нейтральным, легким, что ли, макияжем. На скорую руку даже можно сказать. Ну вот такое вот быстренькое у меня видео получилось на скорую руку, потому что мне сейчас нужно убегать. Вот. Что еще я использовала? Из парфюма, конечно же, это были лакосты бежевые или паризьен. Ну, собственно, так, в общем-то, из косметических средств ничего больше такого и не использовала. Всем спасибо за внимание. Всем моим подписчицам, подписчикам. Оставляйте ваши комментарии. Подписывайтесь. Всех люблю. Целую. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok